Всем привет! Сегодня настал тот долгожданный мною день, когда мы с вами будем полностью перебирать всю мою коллекцию косметики. На самом деле я уже это не в силах откладывать, потому что каждый раз, когда я открываю какие-то ящики, и я вижу тот бардак, который у меня там творится, я понимаю, что я большей частью хорошей какой-то косметики даже не пользуюсь, потому что я не помню, что там лежит, как его оттуда достать, как до него докопаться. И вообще каждый раз, когда я открываю какой-то ящик, у меня начинается такая микропаническая атака, и я просто его захлопываю и пользуюсь все равно тем, что как бы наверху. Вообще я такой человек, который легко расстается с какими-то материальными вещами, особенно если я этим не пользуюсь, у меня нет какой-то душевной привязанности к каким-то вещам или к какой-то косметике, что мне это жалко выбросить или жалко куда-то кому-то передарить, у меня такого абсолютно нет. И сегодня я решила, что будет классно сделать это вместе, потому что для вас по ту сторону экрана это такой экспресс-обзор чуть ли не всей моей косметики, которая у меня есть. И я сразу знаю, что такие видео вызывают массу возмущения, как ты могла выбросить косметику, ее же там лучше пожертвовать и так далее, или кому-то отдать. Ну скажем так, то, что просрочено летит в мусорку, мы на этом сразу ставим жирную точку и даже не обсуждаем это. Если же косметика не просрочена, но я просто не пользуюсь этим, она мне не подходит, либо как-то не нравится, я это буду откладывать в отдельный какой-то пакетик. Это пойдет по моим каким-то подругам, родственникам, и они смогут выбрать, если им что-то понравится, они смогут себе это забрать. В общем-то, планы сегодня просто наполеоновские, поэтому на вступление я больше не буду тратить ни секунды, и давайте приступать. Я предлагаю начать с вот этой карусельки, которую я когда-то заказывала на китайском сайте. Здесь обычно оказывается косметика, которая все равно часто мною используется, но уже, знаете, не является вот таким прям фаворитом. Так, первое, что я здесь вижу, это консилеры. Во-первых, Colourpop белый консилер остается 100%, потому что я его вообще покупала для того, чтобы вырезать складку века, то есть сделать кат крис и вот что-то такое. Поэтому 100% он остается. Tarte Shape Tape тоже остается, тоже часто им пользуюсь. Nabla. Они между собой очень похожи, у них даже упаковки похожи, но Nabla мне не настолько сильно нравится. Скорее всего, вот она пойдет на удочерение. Dermacol консилер, конечно же, остается, потому что это самое такое термоядерное средство для перекрытия пигментных пятен, для каких-то серьезных недостатков кожи. 100% должно быть в коллекции. Также здесь хайлайтер от Golden Rose розовый. Нравится мне, до сих пор я им пользуюсь, пускай остается. Стила, жидкие тени тоже мне очень не нравятся, тоже я им пользуюсь. И то же самое могу сказать об Armani. Вот этим оттенком, который под номером 12, этим я пользуюсь. Вот этот 100% идет в пакетик. А вот эти кремовые тени от Absolute, это полный аналог вот этих теней от Armani. Я об этом уже делала видео. Единственное, срок годности у них всего 6 месяцев. Они у меня уже засохли, поэтому идут на выкидку. И туда же пойдет вот этот китайский глиттер. Коричневый карандаш от Colourpop еще живой. Вот я его тут посвочила. Шпатель, естественно, остается. А что касается этого праймера от L'Oreal, то мне он не очень нравится. Обычный абсолютно праймер, поэтому складываю сюда. Он еще вполне пригоден для использования. Этому клею я не знаю сколько лет, если честно. Тушь Avon Mark тоже уже засохла у меня. А вот эта от Dini еще вполне пригодна для использования. Поэтому пускай пока полетит. Мы с вами спустились немножко ниже в эту карусельку. Что касается вот этой тональной основы от Dior, то я ее 100% кладу в этот пакетик, потому что у нее в составе динатурированный спирт. Причем в большом соотношении. Для себя пользоваться не буду. Передам кому-то, возможно, кому-то подойдет. Здесь у меня точилки. Естественно, они остаются. Пудра от Avon в шариках. Не знаю, не пользуюсь. Но я ее все-таки кому-то отдам. Тут сверху у меня миниатюра хайлайтера от Becca. Я до сих пор пользуюсь. Это, в принципе, актуальный продукт. И то же самое жидкий хайлайтер от Becca остается. Что касается вот этого хайлайтера от Catrice, то вот он как раз-таки в этот пакетик пойдет. И здесь еще три хайлайтера от Anneli. Они мне все нравятся. Ни от одного не хочу избавляться. И довольно часто я все равно ими пользуюсь. Поэтому пускай будут. И здесь, в самом низу, у меня пигменты от KM Cosmetics. Просто невероятно красивенные пигменты. Никогда от них не избавлюсь. Дальше у меня пудра от RCMA. Пускай стоит, потому что я ее периодически пользуюсь. А за ней у меня находится спрей для лица, который называется Instant Matte от Essence. Я вообще ни разу им не пользовалась. Я вообще задумала макияж, который 50 на 50, сияющее лицо и матовое лицо. И вот именно для стороны, там где матовое лицо, я покупала этот спрей. Но у меня до сих пор не дошли руки до этого видео. Наверное, я его все-таки еще оставлю. Но, в общем-то, если я в ближайшее время не сделаю это видео, то, наверное, тоже надо будет лучше отдать. Пудра финишная сатиновая от KM Cosmetics. Срок годности 24 месяца. Уже вышел срок годности. Я когда-то эту пудру очень любила. Она действительно была одна из лучших, потому что я вообще не могла найти ни одну сатиновую пудру. Все были матирующими. А вот эту вот, когда я нашла, я просто была довольна как слон. Здесь также у меня минеральная вуаль от Anneli. Ее оставляю, потому что мне нравится она. И также там еще внизу стояла пудра от Colourpop. Это ужасная пудра. Я вообще не знаю, почему она не пошла в разочарование. Мои пудра рассыпчатая от Golden Rose. Очень мне нравится. Эта пудра на основе крахмала, а не талька. И она очень мелкодисперсная. Я ее до сих пор очень часто использую. Что же касается Nabla, то вот не знаю, что с ней делать. Опять-таки сюда положу. Что-то я так подумала. Я какой-то маленький пакетик, походу, взяла. А вот увлажняющая база от Anneli. Это одна из моих любимых. Я ее оставлю. И сейчас, кстати, у них выходят новые базы. Я очень хочу их попробовать, потому что там, судя по всему, еще более улучшенная версия, чем вот эта. А вот этот праймер мне достался от Oli. Я его попробовала. Он неплохо сглаживает текстуру лица. Но вот там вот у меня, ну вы потом это увидите, лежит стик от Revolution Pro, который называется Blur Stick. Он мне нравится гораздо больше, поэтому это буду выбрасывать. С каруселькой я закончила. Теперь давайте покажу вам святая святых. Это стол, за которым я сижу, когда я снимаю все свои видео. И здесь у меня находится самая любимая косметика, которой я постоянно пользуюсь. И я, в принципе, очень часто перебираю здесь все. Поэтому здесь даже нет смысла что-то сейчас перебирать и что-то выбрасывать, отдавать, потому что нечего просто. Здесь действительно все только самое-самое любимое. С самого края стола у меня здесь дезинфицирующий спрей для кистей. Дезинфектор для просто поверхностей каких-то или рук. Минцеллярная вода, несколько кремов для рук. Также, естественно, ватные диски, ватные палочки. Здесь у меня несколько спонжей. Сюда я выкладываю новую косметику, которую мне нужно протестировать или которую я сейчас в процессе как раз тестирую. На вот эти две тональные основы я уже видео сняла. Они скоро выйдут на моем канале, либо уже вышли в зависимости от того, какая будет очередность видео. Вот это я сейчас тестирую. И пока ждите видео, в общем-то. А вот это просто анекдот года. Расскажите мне, для чего я купила в Colourpop вот эти вот блестки? Если бы это хотя бы на глаза можно было наносить, так нет, большими буквами пишут, что только для тела. Вот зачем мне для тела вот такие блестки? И вот, собственно, тот самый стик, о котором я говорила. А что касается вот этого органайзера, я его, по-моему, уже несколько раз показывала. Здесь только исключительные мои фавориты. Если вы хотите знать, что здесь, то посмотрите просто фавориты года. Вот этот весь органайзер — это нюдовые помады. Вот этот органайзер — это мои любимые красные помады. И здесь я просто оставила всю серию полностью от NYX как матовых их помад. Суэйд Липстик и также еще оставила абсолютно всю серию помад, которые у меня есть с Лип Тис, Лип Леккер, потому что мне очень нравится и та, и другая, часто я ими пользуюсь. С этой стороны зеркало стоит, которое часто мелькает в моих видео. Ну и так, по мелочи. А вот, собственно, причина ночей моих бессонных. Тот самый комод, в котором хранится основная моя косметика, и которую я использую крайне редко. И когда я начинаю открывать эти ящики, у меня случается паническая атака. Я быстрее вот так вот все закрываю и даже не хочу дальше на это смотреть. И обычно на этом комоде сверху еще также лежат мои самые любимые палетки. Здесь опять-таки перебирать нечего, потому что каждую из них я просто обожаю. А вот та каруселька, которую мы с вами до этого разбирали, стоит как раз-таки вот на вот этом вот месте и всегда находится возле моего стола для съемки. И вот тут как раз-таки и случится сейчас самый главный разнос, потому что здесь очень много косметики, которой я не пользуюсь. Без какого-то особого порядка начинаю. Пудра от Faberlic очень давно у меня она. Одна, наверное, из лучших пудр в сетевых брендах, но, тем не менее, срок годности уже все. То же самое касается хайлайтера от Ness Cosmetics. Уже, к сожалению, вышел срок годности. То же самое абсолютно могу сказать про контурирующий стик. И этот контурирующий стик тоже, я его уже миллион лет не использовала. Вот этот хайлайтер от Wet n Wild я тоже просто презираю, потому что он подчеркивает абсолютно все на лице. Хотя вот я не знаю, может быть, стоит его положить в тот пакетик, может, он все-таки кому-то понравится, потому что он относительно новый. Ладно, положу сюда. С того, что я сверху вижу и что я точно уверена, что вышли все сроки годности, это жидкий хайлайтер от Гош Луми Дропс. Это 100% палетки от Color Hop, потому что они уже достаточно старые. Это была коллаборация с Sony Yesman. А это еще более древняя палетка, которой я тоже сейчас не пользуюсь, поэтому это 100% идет на выкидку. Вот эта палетка от Sleek еще старше. Я не знаю, сколько ей лет. Ей, наверное, года 3-4 точно есть. И туда же другая палетка от Sleek. Тоже палетка хайлайтеров. Опять-таки, из того, что я вижу сверху, что точно испортилось, это кремовые тональные основы от Anneli. Они должны перевыпустить эту тональную основу, сделать ее в стике. Я думаю, это будет гораздо более интересный формат для такого вида тональной основы. Но эти уже испортились. То же самое могу сказать о палетке от Faberlic. Тоже ей очень много уже лет. Вот этот вот бронзер у меня появился тогда, когда он, наверное, стал популярен на YouTube. То есть где-то приблизительно, наверное, года 4 назад. До меня только что дошло, что я еще ни одной вещи не оставила. Давайте, наверное, сейчас пройдемся по тому, что я точно оставлю. Хайлайтер от Fenty Beauty. И хотя, вы знаете, он мне не нравится. Я его на себе не использую, потому что для меня он слишком золотой. Он с желтыми пятнами на мне выглядит. Но я его оставлю, потому что Fenty это очень сейчас громкий бренд. И, возможно, он мне для чего-то понадобится. Также я оставляю два скульптора. Слева это Nes Cosmetics, справа Reluie. И посмотрите вообще, какие удачные оттенки. Этот немножко более красноватый. А вот этот прям совсем холодный. Прям такой серо-коричневый. Еще оставлю бронзер от Guerlain, потому что я в последнее время начала его использовать как румяна. И мне, в принципе, даже нравится. Поэтому пока оставлю. Он тоже относительно новый. И еще я обязательно оставляю все минеральные пудры Anely. Также у меня здесь два оттенка румян. Пользуюсь очень часто. Я в кадре их в последнее время редко показываю. Но на самом деле минеральная косметика это, наверное, самая часто используемая мною косметика, когда я делаю быстрый макияж на каждый день. И у этих пудр просто потрясающий состав. Поэтому, если интересуетесь минеральной косметикой, обязательно зацените Anely, потому что очень крутые пудры. И я вот сейчас использую на зиму оттенок Neutral Medium. А тут я вижу очень много кандидатов на выкидку. Среди них пудра от Tarte. Уже тоже очень много ей лет. Вот это вообще, я не знаю, почему здесь лежит. Это трешка от Smashbox. Оттенки хорошие, но у меня такие оттенки есть везде. Вот этот хайлайтер от Lorac. Это, наверное, был один из моих первых дорогих хайлайтеров. Он мне очень нравился в то время. Но сейчас и Бека у меня есть, и тут же Анели, и Лореаль мой любимый. Поэтому этим я пользоваться не буду. А вот это для меня, наверное, имеет сентиментальную ценность. Потому что это тот скульптор, который я покупала, когда еще училась на визажиста. Это было сколько лет назад? Я уже даже не помню. Пять, шесть лет назад? Но, как я и сказала, сентименты с сентиментами. Но все, ему пора. У меня здесь есть пробник Too Faced Chocolate Soleil. Для меня это очень темный бронзер. Я никогда им не пользуюсь. Но он у меня относительно недавно. Я его хочу оставить. Потому что, если ко мне приходят такие более загорелые девочки, или более смуглые, то для них это отличный вариант. Как это не прискорбно, но придется сейчас избавиться от всех моих запасов в КМ Косметикс. Потому что у всего уже вышел срок годности. Но, опять-таки, это очень хорошая минеральная косметика. Здесь составы гораздо более простые, нежели у Анели. Но, тем не менее, она очень хорошая. И среди того, что я могу рекомендовать, в первую очередь, это основа сатиновая. Это минеральная пудра, именно с таким сатиновым финишем аниматовым. Потом база выравнивающая, если у вас проблема с текстурой, с расширенными порами. Вот это отличная штука. И посмотрите мое видео о том, как она вообще работает, даже под жидкими тональными основами. И также, я считаю, достаточно уникальной пудру финишную прозрачную с золотом. Вот это что-то аналогично пудрам Hourglass. Если Hourglass это для вас очень дорого, вот попробуйте вот эту пудру. Если вы научитесь ее наносить очень тоненьким слоем, вот будет эффект холеного лица, вот как когда используешь Hourglass. От Polous Choice у меня вот такая вот палетка есть. Здесь в основном я использую румяна, и то не на себе, а на моделях, которые ко мне приходят, пока, наверное, оставлю. Вот такая вот палетка у меня уже есть новая, поэтому нет в ней абсолютно никакого смысла, чтобы ее тут хранить. Вот этот вот хайлайтер от Revolution уж слишком термоядерный, я его никогда не использую, плюс он пудрово выглядит на лице, поэтому опять-таки буду с ним прощаться. Оставляю румяна от Diapros, потому что у них очень хороший такой ходовой оттенок, и базу разглаживающую корейского бренда Subuji. Тоже очень неплохая база, хорошо разглаживает. Вот этот бронзер от Kores, возможно, кому-то отдам, потому что мне не подходит, но, тем не менее, он у меня недавно появился. На 100% оставляю масляную сыворотку от Anelie. В прошлом году она меня просто спасала, потому что у меня была очень сухая кожа. Сейчас, в принципе, у меня она немножко более сбалансирована, поэтому под тон, если я буду наносить такую масляную сыворотку, то будет перебор, конечно. А все остальное, честно говоря, по-моему, сейчас пойдет на выкидку, потому что, по-моему, всего из этого уже закончился срок годности. Румян Милани 100%. У базы от Bobby Brown то же самое. Также и у этой базы румяна Королиста. Какие-то корректоры тут от Faberlic Prey. Праймер от Skinny Nellie. Кстати, он стал фаворитом года Никита Ториалс. Ну, я что-то не в таком восторге от него, поэтому тоже буду от него избавляться. Этим хайлайтером от Elf тоже 100 лет в обед. Да и, в принципе, из всего, что там осталось, я оставлю только базу от Smashbox, потому что на очень проблемную текстурную кожу это неплохое средство, знаете так, на один раз. То есть, постоянно им пользоваться не очень, я бы советовала, но вот так вот на выход вполне допустимо. В этом ящике еще больше кошмар. Здесь вообще настолько все завалено, что я даже не знаю, что здесь находится, если честно. Цветные туши оставляю, потому что иногда люблю их использовать в каких-то креативных макияжах. Из консилеров оставляю вот эти, потому что It Cosmetics это один из моих любимых консилеров для возрастной кожи. Также от Revolution этот консилер, в принципе, я могу использовать для тех, у кого жирная кожа, кому нужно очень плотное перекрытие под глазами. И также Revolution Pro это аналог It Cosmetics. Все остальное или просрочено, или мне не нравится. С Color Pop у меня здесь вообще просто разлагается. Посмотрите, в какое месиво он вообще превратился. Из однуших теней Color Pop я решила оставить только все самые любимые и все те, которые наиболее свежие. Я также оставляю вот эти кремовые тени. NYX и Revolution это вообще уникальные оттенки. NYX это такое насыщенное серебро, а Revolution это такой трансформирующий дуахром, который отливает лилово-фиолетовым цветом. И также я оставила несколько своих любимых пигментов, в том числе нашла несколько от KM Cosmetics, которых тоже забыла, хотя я думала, что они все у меня в той карусельке. И также здесь несколько от Tami Tanuka. Это самые уникальные оттенки, я бы сказала, что я оставила, самые интересные. Один из моих самых любимых, это дух с трикозиной запруды. Это просто невероятно красивый пигмент. Если вы любите макияжи в таких фиолетово-лиловых тонах, то мне кажется, вот это стало бы отличным дополнением коллекции. Средства для бровей я не люблю выбрасывать, потому что даже если мне что-то не подходит, все люди настолько разные. И когда ко мне приходят какие-то модели, то очень хорошо, когда есть большой выбор всяких средств для бровей. Я вам уже рассказывала, что у меня есть абсолютно все оттенки карандашей от Colourpop. Здесь у меня как карандаши, так и помадки для бровей. Тоже достаточно много у меня здесь оттенков. Помадка от Mark, помадка для бровей от Anneli и помадка для бровей L'Oreal. Также здесь еще достаточно много разных карандашей. Evolution Pro, Max Factor, Golden Rose. И последнее в этом ящике это карандаши. Здесь, конечно, бардачелла знатный. Давайте перебирать. Ну вот, в принципе, и все, что я решила оставить. Здесь карандаш от Avon Mark. Очень классный гелевый карандаш. Colourpop карандаш, который я обнаружила в карусельке и сюда переложила. Вот эти подводки от Rimmel далеко не самые мои любимые, но, в принципе, золотую я оставляю для того, чтобы какие-то креативные макияжи делать. А черные так, на всякий случай, скажем так, если вдруг у меня закончится подводка, ну, чтобы хоть что-то на запас у меня было. Потом вот эти карандаши от GOSH я очень люблю как базы использовать. То же самое с этими карандашами от LOC. Это когда-то была коллаборация с Tati. Они не пересохли, ничего с ними не произошло. И каждый раз, когда его стачиваешь, получаешь новый карандаш, который не загрязнен никакими бактериями и ничем таким. Очень люблю вот этот бронзовый и золотой карандаш от Faberlic, особенно на водную линию. Очень красиво для тех, у кого либо карие, либо голубые глаза. Карандаш телесного оттенка от Golden Rose, Duraline, моя любимая база под глиттер от NYX, праймер от Anneli и гелевая подводка Mark. В этом ящике у меня хранятся блески, карандаши для губ и помады. Здесь больше всего улетит, наверное, блесков для губ, потому что у них самый короткий срок годности и также там помады нужно еще будет перебрать. Но в карандашах я не думаю, что будет большое количество просрочки или чего-то такого. И карандаши это все-таки такой косметический продукт, который желательно иметь как можно в большем количестве оттенков. Поэтому я редко их тоже выбрасываю. Как видите, блески я не жалую. У меня здесь остался только блеск от GOSH, который не блеск, а скорее масло для губ. Также мне очень нравится вот этот нюдовый от Dini и такой же аналогичный от Colourpop. Недавно обозревала новинки NYX. Вот этот оттенок у меня остается. И от Diapros. Очень уникальный вот такой вот красивый персиковый цвет. А вот эти я отдам. Надеюсь, они найдут новый дом. Как я и предполагала, из карандашей у меня остаются абсолютно все, кроме вот этих вот двух. Вот эти помады от Bourjois, хотя мне очень нравятся, но они очень быстро высыхают. У них срок годности буквально, может, пару месяцев. На самом деле, не так-то много я здесь и оставила. Оставила вот эту линейку от GOSH, потому что она очень неплохая. На эти помады я недавно делала обзор, и они мне нравятся, просто это достаточно темный нюд, поэтому сверху на столе в органайзере они не лежат, но в то же время темный нюд тоже иногда нужен. И вот эти две лаковые помады тоже решила пока оставить. Ну что ж, аллилуйя, мы закончили, потому что в последнем ящике у меня порядок. Я недавно делала видео с разбором тональных основ, я достаточно много выбросила, и здесь у меня остались до сих пор те, которые я считаю актуальными, поэтому этот ящик даже не стоит перебирать. В этом контейнере у меня всевозможные ресницы, спонжи, какие-то аппликаторы, и это тоже все остается. У меня сейчас такое впечатление, что мне аж дышать легче стало, потому что посмотрите, насколько очистились все ящики, и если сравнить, это, конечно, просто небо и земля. Но на самом деле, как я уже говорила, я совершенно не жалею, когда я избавляюсь от косметики, потому что все это поле для того, чтобы появилось что-то новенькое, поэтому будем в 2019 заполнять это чем-то, надеюсь, более интересным. Что касается палеток теней, то, в принципе, я достаточно часто делаю разбор там, и не храню что-то такое, чем я не пользуюсь, но, тем не менее, вот этими я уже давно не пользовалась. Здесь вот эти вот пять палеток от Faberlic, вот эти когда-то давно мне дарила подруга, но мне кажется, они уже испортились. И также здесь палетка теней от Rimmel, качество, которое оставляет желать лучшего. Вот эту палетку от It Cosmetics я хочу кому-то отдать, возможно, она кому-то подойдет. Это неплохие тени, но они достаточно слабо пигментированные. Эти тени хорошо подойдут для возрастного макияжа, потому что даже матовые оттенки, которые позиционируются как матовые, они все равно немного сатиновые. И на более возрастной коже это смотрится гораздо лучше, чем истинно матовые. Также я решила найти новый дом вот этим двум палеткам от Makeup Revolution. Они обе мне понравились по качеству, просто не настолько, чтобы стать моими фаворитами. Я знаю, что если я их сейчас не отдам, они, скорее всего, заваляются где-то у меня в коллекции, и я потом просто через год, через два их выброшу. То же самое с палеткой Colourpop All I See Is Magic. Эта палетка еще не испортилась, но мне она не нравится. Возможно, понравится кому-то другому. И вот она вся та косметика, которая, к сожалению, не пережила мой жесткий отбор. В основном, все, что я сейчас показываю, это то, что уже испортилось. То, у чего вышел срок годности, или то, что меня категорически не устроило по какой-то причине. Наверное, на 99% из всего этого есть у меня обзоры на канале, поэтому, если вас что-то заинтересует, то просто зайдите на мой канал и в поиск введите название бренда или название какого-то определенного косметического продукта, и по результату YouTube вам покажет абсолютно все видео, которые я делала с этой косметикой. Я знаю, что очень многие болезненно воспринимают такие разборы косметики. Им кажется, это кощунством, что я выбрасываю такое большое количество, но, на самом деле, как я и сказала, на данный момент это моя работа. И так как моя коллекция пополняется буквально каждую неделю, на все просто нет места, поэтому приходится избавляться. И именно этим, а то есть конкурсами на новую косметику, мне и хочется вас радовать. И вот я для вас собрала небольшой подарок. Здесь два карандаша от Colourpop, два хайлайтера, один от Revolution, второй от NYX, бальзам Carmex и парфюм от Avon. Если вы хотите участвовать в конкурсе на этот подарок, то смотрите описание, там будут все условия. Обязательно их выполняйте, потому что я все буду проверять. И надеюсь, вам повезет. Вот и все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх и напишите в комментариях. Вот мне интересно устроить такой своего рода опрос. Вы себя скорее относите к Плюшкину или к таким людям, как я, которые очень легко избавляются от каких-то вот таких вот вещей, как в гардеробе, так и в косметике, так и какие-то предметы повседневного быта. Вот напишите. Мне очень интересно об этом узнать. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Можете посмотреть мое видео с разбором тональных основ. А если вы уже смотрели эти видео, то мы с вами встретимся в моем новом видео через несколько дней.